Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Повышенные обязательства. В столице Республики запланирован рекордный объем ввода жилья. Молодость, дружба, мечта. В молодежном форуме студентов провинций Верхнего и Среднего течения Янзы и Приволжского федерального округа участвовали ребята из Чувашии. Головокружительные трюки. В Чебоксарах прошел третий этап Кубка России по скейтбордингу. Сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства озвучили официальную информацию о самочувствии главы региона Михаила Игнатьева. В пятницу по поручению Кабинета министров Чувашской Республики я находился в городе Санкт-Петербург. И официально хочу доложить. Сегодня глава Чувашской Республики находится на плановом лечении многопрофильной больницы. Подчеркиваю, на плановом лечении многопрофильной больницы. И та информация, которая сегодня распространяет некоторые средства массовой информации, не соответствует действительности. Состояние Михаила Васильевича стабильное, настроение бодрое. Михаил Васильевич Игнатьев в курсе всех событий, которые происходят в Чувашской Республике. Он сегодня дает личное поручение министрам, руководителям государственных комитетов и служб. Он контролирует ход их исполнения. И мы в ежедневном режиме докладываем о том, что происходит в Республике. Еще раз мы подчеркиваем, это плановое обследование и лечение. В юбилейный для города 2019 год в Чебоксарх запланирован рекордный объем ввода жилья. 430 тысяч квадратных метров. План выполнен почти наполовину. Этот и другие вопросы обсудили сегодня в столичной администрации. 208 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья и почти 3000 индивидуального. Такой результат работы чебоксарских строителей за 6 месяцев этого года. До выполнения годового плана осталось ровно половина. И она будет сдана в срок, заверили в городской администрации. Но, несмотря на это, есть застройщики, которые не выполняют свои обязательства перед участниками долевого строительства, оплатившими свои квартиры в микрорайоне Лента и Садовой. К сожалению, еще есть официально три признанных проблемных объекта, с которыми совместно ведем работу с Минстроем Чуваши, а также руководством республики. Например, по улице Гражданская удалось найти инвестора и уже запустить процесс внесения изменений, то есть замена застройщика. Уже направлены документы в Москву, Минстроя, Россия. Чтобы проблем по выполнению обязательств не было, в соответствии с законом с июля этого года вступили в силу эскроу-счета. Проблемы у застройщиков. Все ли перешли или рассчитывают на собственные силы, как это может сказаться? Большинство из них, проблем этих возникает в связи с непогашенными какими-то кредитами и так далее. То есть они попадают в красную зону кредитных организаций, где очень проблемно получить эскроу-счета. Конечно, переходный период будет непростым, но как бы там ни было, работать по старым правилам застройщики уже не смогут, отметил сити-менеджер Чебоксар. Есть вопросы и по инфраструктуре. Довольно-таки часто горожане или приезжие, покупая квартиры в новых микрорайонах и выслушав обещания застройщиков о строительстве объектов социальной или транспортной инфраструктуры, остаются в недоумении. Детский сад или школа или дороги годами не строятся. Есть же, конечно, и проблемные моменты, где какие-то частные земли находятся после утверждения проекта планировки, проекта межевания. И в процессе освоения территории застройщик обязан был выкупить и спроектировать. Такие моменты тоже есть. Решаем в рабочем порядке. Возможно, что придется внести изменения в личные договоры, где детально прописать, какие обязательства берет на себя застройщик в плане инфраструктуры. В связи с изменениями в законодательстве контроль за строительными организациями явно ужесточен. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. Сено, сенаж и силос. Заготовка кормов в районах Чувашии продолжается. Некоторые муниципалитеты уже достигли плановых показателей. Статистику озвучили на еженедельном совещании в Доме правительства. Почти 80% многолетних трав скошены. План по заготовке сена выполнили в четырех районах Чувашии. Канажском, Козловском, Порецком и Урмарском. Сенажа заготовлено 181 тысяча тонн, что составляет 75,9% в плану заготовки. Объем заготовленного сенажа на 20% превышает показатель прошлого года. Внесенные в законодательство изменения позволили усилить меры государственной поддержки семьям с детьми. По данным Минстроя, в первой половине этого года льготную ипотеку под 6% годовых оформили 185 семей Чувашии. Профильное ведомство прогнозирует, что к концу года эта цифра увеличится в три раза. Если в прошлом году срок действия льготного периода составлял от трех до пяти лет, то с 27 марта 2019 года срок льготного периода распространяется на весь срок кредитования. Также отмечается дополнительное снижение процентных ставок по ипотеке со стороны самих кредитных организаций до 5% годовых. Стоит отметить, что с 3 июля начала действовать еще одна мера поддержки. Семьям, у кого в этом году родился третий и последующие дети, могут частично или полностью погасить ипотечные жилищные кредиты. Сумма до 450 тысяч рублей. По информации банков, механизм уже запущен, и многодетные семьи могут оформить необходимые документы. Заплати и иди спокойно. Муниципальные платные парковки в столице набирают популярность. Уже два года в Чебоксарах работают четыре парковочные зоны. И это не предел, отметили в городской администрации. Железнодорожный вокзал, улица Ленинградская, проспект Ленина и деловой проезд. Почти три сотни парковочных мест приходится на эти четыре точки. Стоимость парковки 10 рублей за первые два часа. За последующие 30 рублей в час. За полгода платными парковками воспользовались более 100 тысяч автолюбителей. Тем самым в казну города поступило почти 300 тысяч рублей. Проводился мониторинг загруженности парковочных мест в научно-дорожной сети. И опрос граждан на портале «Открытый город» о расширении муниципально-платных парковок. По результатам проведенной работы предлагаем организовать дополнительно более 500 парковочных мест по 19 адресам в центральной части города. Считаю, что нужно предложить разные варианты. 15 минут бесплатной стоянки, час бесплатной стоянки, а где-то может быть и 2 часа бесплатной стоянки. А все остальное платное. О результатах проинформируем. В августе при согласовании с горожанами будем внедрять. Горожане тоже могут принять участие в выборе территории для платной парковки. Голосование сейчас идет на портале «Открытый город». В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ в 2020 год объявить годом памяти и славы. В следующем году будет широко отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Подвиг советского солдата будут вспоминать в каждом уголке нашей большой страны, поздравлять ветеранов и тружеников тыла, отдавать дань памяти тем, кто не вернулся с фронта. Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге станет традиционным местом проведения траурных церемоний. На самом большом в мире кладбище жертв Второй мировой войны, где похоронено более полумиллиона человек, соберутся люди разных национальностей и религий. Мемориал часто посещают и жители Чувашии, представители диаспоры, проживающие в Санкт-Петербурге. Там побывала и наша съемочная группа. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за победу столько жизней, сколько Ленинград. На Пискаревском мемориальном кладбище 186 братских могил, в которых покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, бомбежек, обстрелов. 70 тысяч воинов-защитников города. В любую погоду, в любое время года здесь всегда горит огонь и звучит траурная музыка. В память о защитниках Ленинграда несколько лет назад здесь обустроили аллею памяти. На ней мемориальные плиты от городов и регионов нашей страны, стран СНГ. Первый раз я здесь был в 2003 году, когда вот только-только эта аллея славы начала строиться. Естественно, тогда первые начинания только были. И в последующем, когда я был в 2008 году здесь на Пискаревском кладбище, я понял, что пора бы нам тоже здесь установить памятную доску. Мы открыли вот эту памятную доску здесь наших бойцов, которые погибли, защищая Ленинград. Они все были признаны из Чувашской республики. Мы по архивным данным нашли среди погибших, которые захоронены здесь, на Пискаревском кладбище, 299 человек. Алиса Шарпаева приходит сюда поклониться своему дедушке, который погиб в войне. Дедушка похоронен с маминой стороны Аликовского района СП Мачей. Мама говорила, получили письмо, похоронен на Неве. А как его найти? С 80-го года все эти годы мечтала. Почему, думаю, у всех народов есть вот этот памятник? Почему, думаю, у наших земляков нету? За это вот просто у меня хотелось, чтобы это памятник был. И слава богу, молодцы. Спасибо огромное Владимиру Живову и Виталию Арсеньевичу. Они постарались, и мы все вместе поставили этот памятник. В этом священном месте всегда слезы на глазах. Вместе с людьми часто плачет и природа. Я, конечно, войну не видела. У меня брат и сестра 41-го года рождения. Они, конечно, рассказывают, что без слез не рассказать. Есть нечего, говорит, было. Картошку собирали гнилую. Вот так жили. Но история войны показала всему миру, что советский народ невозможно сломить. Я сам военный офицер. Теперь, конечно, уже в отставке. Как говорится, мне здесь сам Бог велел такие праздники. Там День Победы, там День Снятия Блокады и все остальное. Прийти сюда, на это священное место в нашем Санкт-Петербурге. Сюда к нам приезжает в Санкт-Петербург сборная команда по спорту из Чебоксар. Мы приходим сюда, тоже самое возлагаем эти цветы. Мы им рассказываем, что это такое, что это означает. И они нам, конечно же, благодарны. Это, конечно, большая гордость. Это приятно. Ты приходишь на такой значимый мемориал, на который приезжает президент страны, приезжает в том числе. И здесь есть плита именно уроженцам Чуваши. Нам это приятно. Приходят сюда ребята и студенты приходят. И учащиеся военных училищ также приходят с семьями, с детьми. В планах у Чувашского культурного общества города Санкт-Петербурга установка памятного камня на Невском пятачке на интернациональной аллее славы. К 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне ребята обещали высадить там деревья и установить лавочки. Галина Титарчук, Андрей Шоклев. Из Санкт-Петербурга. В Китае продолжается молодежный форум студентов провинций Верхнего и Среднего течения Янцзы и Привожского федерального округа. Еще несколько дней ребята из России будут встречаться со своими сверстниками из разных учебных заведений Китая, посещать предприятия, знакомиться с достопримечательностями. С делегацией Чуваши в городе Чэнша встретилась наша съемочная группа. В Хунаньский университет в городе Чэнша, одно из старейших учебных заведений Китая, на его территории еще сохранились корпуса древней школы ЮЛУ, открытые 2000 лет назад. Говорят, из этой школы вышли многие известные государственные деятели и философы Поднебесной. Впрочем, и нынешним студентам прочит большое будущее, как минимум, на ниве международного сотрудничества. Форум молодежи китайских провинций и регионов Привожского округа уже шестой по счету. То есть с каждым годом общение становится все более доверительным. В этом году в состав российской делегации вошли 130 молодых людей из Поволжи Чуваши, представляли студенты Государственного университета, Педагогического университета и Сельскохозяйственной академии. Приятно, что честь приветствовать участников форума от имени российской делегации выпала чебоксарцу Егору Николаеву. Площадка для развития дружбы, сотрудничества и взаимопонимания молодежи России и Китая. Мы будем продолжать углублять нашу дружбу. Сотрудничество между регионами и ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения Янзы в последние годы стало особенно активным благодаря созданию Совета Волга-Янзы. Напомним, его учредили в 2016 году. И с тех пор реализовано немало совместных проектов в различных сферах. Я имел честь приглашать китайскую делегацию, которая состояла из руководителей провинции вдоль Верхнего и Среднего течения Янзы в городе Чебоксары Чувашской республики вместе с полпредом Комаровым и замполпредом Машковцевым вместе провели третье заседание данного совета. В ходе данного форума мы договорились касающейся межрегионального сотрудничества. Мы действительно такие друзья, которые могут говорить на одном языке. И очень здорово, что сегодня здесь этих друзей становится больше в силу того, что здесь находится наша молодежь, наше будущее. В дни форума студенты обеих стран работали по очень плотной программе. Помимо музеев и спортивных объектов, они побывали на различных предприятиях города Чаньчжа. В руководстве китайских компаний много молодых людей, которые прекрасно владеют русским языком. Так что общение оказалось весьма плодотворным. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, из Китая. А завтра открывается молодежный форум «Иволга-2019». Место сбора творческой молодежи России и стран СНГ традиционное. Самарская область, Мострюковские озера. У участников форума будет насыщенная программа. Молодые люди приезжают туда уже с идеями и планами. Некоторые приобрели опыт в реализации различных инновационных проектов. От Чуваши на Иволгу отправились 85 человек. Там состоится второй окружной фестиваль молодежных театров. Кроме того, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурные мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный каворкинг-центр. Отмечу, что молодежный форум «Иволга» один из самых популярных и посещаемых в России. В этом году желающих принять участие в проекте оказалось 13 тысяч человек. В Чебоксарах прошел третий этап Кубка России по скейтбордингу. За звание лучшего боролись 40 спортсменов со всей страны. За головокружительными трюками наблюдала Татьяна Леонтьева. «Нажимаем на краешек, вот на хвостик, и вытаскиваем ручку навстречу ей. Оп! Оп! Давайте, попробуйте вы! Молодец!» Щелчок и доска уже в руке. Тренер сборной России по скейтборде Гоймин Алиев учит детей базовому трюку. Затем, как правильно встать на скейт и поехать. А вот на этой площадке катаются настоящие профи. Первый этап – квалификация. За одну минуту спортсмен должен показать трюки и продемонстрировать идеальное катание. В Чебоксарах элита российского скейтбординга собралась впервые. «Здесь чудесно. Вот и все. Здесь есть хорошая плата, которая построила новый город. В принципе, она хорошего уровня сделана. Хочешь, чтобы побольше были фигуры. Но, в принципе, здесь можно кататься и проводить соревнования. Мы это сделали. Это необходимо делать, чтобы во всех городах, чтобы было движение в разных регионах, появлялось еще больше комьюнити, которое будет показывать уровень на международной и на российской арене». «В нашей республике в 2018 году была открыта федерация скейтбординга. В этом году они провели официальные соревнования. В их распоряжении вот эта прекрасная площадка в новом городе. Планируется еще одна площадка для развития этого вида спорта в этом же новом городе построить». В полуфинал прошло ровно половина участников – 20 человек. Среди тех, кто без труда преодолел первый этап, был Егор Кальдиков. Один из лучших райдеров страны и победитель нескольких мировых турниров оценивает свой прокат сдержанно. «Было неплохо. Да, не все получилось. Но выступил хорошо. Этого достаточно, чтобы пройти в полуфинал. Дальше я буду по-другому все делать. Катаюсь на скейтбординг 13 лет. Самое главное в скейтбординге – это любить свое дело, как и в любом. Катайтесь для себя фуфан, то есть ради веселья, не ради результата. Прежде всего от этого нужно кайфовать. И тогда все придет». В полуфинале у скейтеров было по две попытки. Каждая по минуте. Без излетов и падений не обошлось. Чувашу в соревнованиях представляли три спортсмена. Яша Пыркин – единственный, кто смог пройти квалификацию. Но полуфинал ему оказался не по зубам. «Немножко ноги подзабились, где-то энергии не хватает и не хватило немножко внутреннего какого-то огня. Сложно себя причислять к про, но я думаю, если бы я выполнил программу, которую запланировал, то были бы все шансы пройти в финал». В финале оказались топ-6 райдеров. Две попытки по 45 секунд каждая. Цена ошибки велика. В результате лучшим стал Максим Лукичев из Санкт-Петербурга. Вторым – представитель Новокузнецка Егор Кальдиков. Третьим – москвич Михаил Степанов. Следующий этап Кубка России пройдет в сентябре в подмосковном Королеве. Татьяна Летева, Павел Рядков, Республика. Шахматы на Волге. В Международный день шахмат в столице Чувашии прошел первый городской турнир. Кто выиграл партию, расскажет Юлия Важенина. Шахматы, да знаете ли вы, что такое шашки? Шахматы. Они двигают вперед не только культуру, но и науку. Знаете, что при правильной посылке дела, ваш шахматный клуб четырех коней мог бы совершенно преобразить город. Неизвестно, как насчет высюков, но столицу Чувашии в эти выходные шахматы преобразили. Чебоксарцы сразились в интеллектуальном поединке. Лично я играю в шахматы с самого детства. Мой папа также учил меня с пяти лет играть в шахматы и говорил, что это самая умная игра. Король умер. Так переводится известная шахматная ситуация «шах и мат». В эти выходные ее можно было услышать чуть ли не каждые десять минут. Самой массовой и, пожалуй, зрелищной стала интерактивная площадка «Сеанс одновременной игры». Многократный чемпион Чувашии по шахматам Анатолий Иванов, как Астап Бендер, одновременно играл на двадцати трех досках. Одному из участников даже удалось обыграть гроссмейстера. Конкурсы шли параллельно на разных интерактивных площадках. Участники решали шахматные задачи, участвовали в викторине по мотивам книги «12 стульев», играли в большие шахматы. Надо было назвать всех чемпионов мира по вопросам. Допустим, этот чемпион мира обыграл такого-то чемпиона мира. То есть, кто больше всего отвечает, тот получает приз. Многих знаю, всех знаю, я по порядку тяжело еще назвать. Максим Красаков уже четыре года активно тренируется, но в такие большие шахматы играет впервые. Зато после турнира он вместе с другими участниками может с легкостью ответить на вопросы. Как называется начальная стадия шахматной партии? Какой фигуре можно объявить шах? На какое максимальное количество клеток может ходить ферзь? Эта игра развивает интеллект. Шахматы помогают нам быстрее и легче решать сложные математические задачи. Шахматы помогают нам в обучении. В будущем это даст очень сильную базу для того, чтобы ребенок смог взаимодействовать с миром, решая сложные задачи. Поэтому учите сами шахматы игры, играйте в них, обучайте детей своих этой игре. Она принесет массу полезных навыков для будущего. Юлия Важенина, Ксения Серова, Семен Степанов, Республика. Рыбалка без границ. Этот фестиваль уже несколько лет проводит Чувашская общественная организация «Свобода». Вместе порыбачить на берегу Волги и отдохнуть собрались те, чья жизнь порой проходит в стенах одной квартиры. Речь о людях с ограниченными возможностями здоровья. В гости к друзьям приехали жители Чувашии, Мариэл и Татарстана. Елена Панова с дочкой Лизой на фестиваль приехали впервые. Ни разу мы не были на подобных фестивалях. Вообще для себя открыли жизнь, скажем так, на коляске. Я приехала сюда, чтобы показать своему ребенку, что на коляске тоже есть жизнь. Что жизнь не просто, а активная жизнь. Что можем жить без границ. Мастер-классы, спортивные игры и творческие номера. Фестиваль давно перестал быть просто рыбалкой. Впрочем, без ароматно ухи не обошлось. Это очень важно, когда люди, разные люди, с разным социальным статусом, разными физическими особенностями, собираются в одном месте, и где они могут не просто рассказать о себе, а где они могут наравне со всеми петь, танцевать, передавать добро друг другу. У этой доброй истории есть свое начало. Когда-то организации подарили сертифика специализированного магазина. И все дружно решили, а почему бы не сделать рыбалку своим досугом. Все-таки лето должно проходить на Волге. Не должно быть разницы между людьми и возможностями. И физическое состояние никак не должно на это влиять. И все, слава Богу, у нас все получается. И это подтверждает то, что мы на правильном пути. Активности этих людей можно только позавидовать. Энергия и дарящее желание открыть для себя мир преодолевают все преграды. Кристина Чекменева, Борис Андреев, Бахтияр Велиев, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.